Ребят, всем здравствуйте! Это проект Tartender. Мы находимся в баре Ой, бар Ой в Петербурге славится тем, что здесь есть целая коллекция драй-мартини, всяких сухих мартини, которые, в общем, с сухим вкусом и в которых очень много алкоголя. Мы сейчас делаем свою версию сухого мартини с азиатскими оттенками. Мы, конечно же, наполнили все это дело льдом, подохладим заранее. Как вообще делать сухое мартини? Ну, если вы в чем-то сомневаетесь, да, что нужно делать, чтобы точно напиток получился хороший, а вы не расстроились уже после того, как его смешали? Возьмите отдельно смесительный бокал и наливайте просто туда, потому что всегда можно что-то будет исправить еще на этом этапе. Естественно, это не нужно делать, когда вы работаете с гостем или в баре, но это точно можно спокойно делать, когда у вас какая-то проработка, или вы что-то изобретаете и так далее, и так далее. Вот я прямо сейчас начну собирать, потому что это будет такой как бы полуэкспромт, и потом посмотрим просто прямо в процессе, что-то нужно будет допиливать, или не нужно будет допиливать. Если бы наливал сразу налет, то он бы таял, разбавлялся, и, в общем, было бы непонятно, что делать. А здесь мы как бы делаем такой экстракт, делаем скидку на то, что это экстракт, да, то, что будет какая-то долюция, интенсивный вкус будет меньше, и только потом уже можем налить и, значит, это перемешать. А тут пускай охлаждается. У нас здесь будет 10 мл обычного джина, 10 мл джина, который мы настояли на листьях лайма, 15 мл саке. У нас будет 25 мл вермута. Естественно, получается, что это не совсем классический драй-мартини, потому что здесь большая часть отдана на напитки, которые среднеалкогольные руки, да, в общем, где-то там 15-20% содержания спирта. Знаете почему? Потому что люди не пьют, блин, водку с наслаждением медленно в России. У нас 10 лет уже коктейльные бары. Я крайне редко встречал гостей, которые реально с наслаждением пьют классический драй-мартини. Поэтому самые продаваемые драй-мартини, это, конечно, реверсные, да, когда вот наоборот. И еще я сейчас сюда капну классный биттер, который уже на самом деле в России практически не осталось. Такая ароматная водичка, называется Фердинанс, делают немцы, розовая в данном случае. На самом деле легко можете розовым гидролатом заменить пара капель. Теперь, помните, я говорил о том, что мы подсмешаем сейчас все это дело и затестим. Вот все очень прям хорошо. Чуть-чуть джина я добавлю, обычного. То бишь еще десятку. Не забываем сливать водичку. Докинем льда. Вот сюда вот этот наш такой Asian Dry Martini переливаем. Не знаю, сколько делать стир. Я вот уже знаю, что напиток концентрированный, поэтому и подольше могу без всяких опасок этим заниматься. Есть вопрос. Когда нужно ставить костеры под бокал? Когда у вас вот такой бокал, нужно ставить костер, если он со льдом? Он потеет, но потеет. А вот такой бокал потеет? Вроде не потеет. Но, например, я пью как свинья. У меня всегда стекает. И в целом, как бы, если у вас в баре есть костеры, используйте костеры. Здесь нечего обсуждать. Используйте костеры всегда. Тем более, если они фирменные. Вот такой вот тут азиатский сухой мартини. Субтитры сделал DimaTorzok